всем привет у нас toyota такома и есть одна проблема не открывается замок замок крышки мне сейчас нужно с этого автомобиля снять вот этот вот скин полностью вот эту бочину она здесь откручивается гаечками на 10 здесь не открывается я думаю покажу вам как самый легкий способ открыть для этого нам понадобится вот такая вот в народе называемая болгарка у нас это называется грандер и сейчас мы грандером сделаем большую прорезь и откроем замок далее здесь внутри мы видим в рычажке ну два рычажка которые двигают как раз замок и можем с одной стороны открываются с другой стороны не открывается сейчас попробуем еще один метод вот принципе все крышку мы открыли можете пользоваться этим советом так ладно прикол от сторону здесь у нас получается замяла сторону и раз внутри с одной стороны закусила я поэтому не мог достать так сейчас нужно снять скин я сначала думал что это распила потом вспомнил что на такомах здесь же все просто закручивается сейчас откручу быстро кстати здесь есть dente но здесь dente отмечены поэтому снимаем все готово можно принципе отдавать подкрыл кому там немного поврежден поэтому можно вместе с ним отдать water готов поехали дальше так следующий у нас заказ нужно вырезать стекло выжечь автомобиль ассент water класс левая к сожалению пока я был в отпуске машинку эту починили которая у меня случайно сгорела индуктор поэтому придется ехать выжигать здесь у нас довольно глубоко нам нужно на эту сторону поэтому придется лезть через низ номер 75 я маленько перепутал это subaru ascent я что-то с hyundai ascent перепутал вот у нас левое стекло здесь уже в машине уже поснимали все что можно было снимать поэтому в принципе это будет не сильно тяжело сейчас здесь подогреем подчеркнем и дальше внутри сделаю натяжку и по чуть-чуть буду высовывать его вытаскивать ну что начнем выжигать тепло но к сожалению эту жесть я в youtube показать не могу youtube и не пропускает поэтому как я его выжигаю смотрите у меня в телеграм-канале вот здесь а Продолжение следует... Ну, что значит, давно не работал. Долго я его снимал. Обычно его снимаю намного быстрее. Кстати, люди в комментариях, многие пишут, почему вы не вырезаете шнурками. Я не знаю, политика такая компании. Дали индукторы. Работайте индукторами. Но если алюминиевая, допустим, ляда, там крышка багажника, тогда мы уже вырезаем шнурками. Итак, индуктором на самом деле даже немножко безопаснее. Хотя как безопаснее? Но он, в принципе, как большая микроволновка работает. Поэтому, кто знает. Не так много в день этих, в принципе, стекол есть. Не знаю. Бывает 5-6 парах. Сегодня вот только первое. Мне надо поподкручивать мой венд, потому что у меня очень тарактив. Вот эта вот стенка. Так, следующая у нас Honda. Honda HR-Win новая. Новая HR-Win. Блин, я никуда поеду. Надо снять переднюю. В ней надо снять. А эта Honda, она лежит на полу, на земле распиленная. Ох, капец, капец. Ох, пилибаем далее. Отлично. Все лежит на полу. Так, вот наша Honda. Кстати, по-моему, я на ней морду отпиливал. Не знаю, может кто-то помнит, видел. Значит, вот у нас ходовка. Получается, нам нужна... По-моему, это сторона. Я думаю. Сейчас посмотрю. Что-то у меня... Говорю, после отпуска мозги не соображают. Кстати, все новое. Здесь полностью все новое. Это машина без пробега, которая ехала на дилер и попала в небольшой акцидент. И попала к нам. Вот там даже сидение еще в пленке. Да, здесь правый, здесь левый. Купо L. Все правильно. Надо открутить пару болтиков. Снять. Даже линки целые. Никто еще не перепилил. Все готово. Нижний рычаг. Стойка в споре. Вместе с поворотным кулаком. Вот и все. Поехали дальше. Toyota Prius. Эта машина очень популярная в узких кругах наших соотечественников. Особенно, кто работает на доставке. Мне нужно снять задний усилитель фон бампера. Impact Absorber он у нас называется. Я что-то уверен, вот прям процентов, наверное, на 100, что он плохой. Он будет с трещинами. Потому что здесь уже видно, были какие-то удары. Это, поняли, смягчитель такой. Я думаю, что он плохой. Но все равно нужно снимать. Можно пойти взять ключ, наверное. Там у нас машины, которые еще пока не разобрали. Даже, честно говоря, не знаю, как здесь открывается багажник. Наверное, кнопка как-то. Криную знает. На Prius ездил один раз в жизни. Фух, воняет внутри. Это такой запах Prius. Запах Prius моих. Ладно, пойдем, ключ возьмем. У меня у меня, смотрите, бэкер. Камера заднего вида стоит. Круто. Вот ключики. Чего-то не открывается. Ай, блин, я за такой мелочи столько времени теряю. Нет, целый. Целый. Так, ставим второй. Ставим второй. О, что-то заискрило. Значит, контакт есть. Теперь потеклю взять. Пробуем открывать. Нифига на... О, что-то какие-то звуки подает. Все. Вы в танцах. Почему нужно было открыть? Потому что здесь нужно Philips пооткручивать. Хотя нет, я ошибался. Есть все. Все есть. В принципе, даже трещин нет. Это хорошо. Надо теперь его аккуратненько извлечь. Все. Все, поехали дальше. Значит, машина у нас была синяя. Вот так ее полностью перекрасили. Не знаю, может, это под таксон так надо красить? Такси какое-то ездило. Да, вот она черненькая стоит там. Вот. Вот эта машина. Нужно снять капот. Правый подкрылок. Вот этот и замок капота нужно найти. Он, наверное, в багажнике лежит. С верхней рейкой. Так. На рейке нет. На рейке нет. Значит, так должен где-то лежать. А, вот он в багажнике. А, вот он. Audi Q7. Нужно снять переднее правое стекло. И нужно снять стекло и маленькость. Здесь уже видно, снимали ручку. Это хорошо. Это хорошо. Потому что будет легче. Здесь, в принципе, легко снимается. Что-то я сильно ускорился. И я практически забыл. Думаю, надо же сегодня показать. Как снимается сам кавер. Здесь, получается, первый торкс находится здесь. Второй торкс находится здесь, под деревянной панелькой. То есть, получается, оно держится только на трех торксах. И все. И дальше уже нужно резко просто срывать. Дальше торсами можно открутить моторчик и уже, в принципе, опускать, поднимать стекло. Дальше смотрим по стеклу. По стеклу здесь система не такая, как я думал. Здесь намного проще. То есть, намного проще опускается. Поэтому нужно сейчас взять клипсодерку, залезть туда, вовнутрь рукой. И там так же само отсоединить. Так что, может быть, я не знаю, как я не знаю, как я не знаю, как я не знаю, как я не знаю. чтобы больше удобно было здесь cover снял вместе с динамиком тогда вообще удобно принципе да так наверное лучше здесь один cover здесь руками чуть подел вытаскивается очень легко примерно то же самое дальше кстати вот это стеклышко никогда не снимал но я вижу здесь один торг внутри и может быть еще один внутри здесь так и надо будет аккуратно он по моему идет вместе с резинкой сейчас буду смотреть здесь что-то еще т20 кому интересно все стекло достал я не снимал никогда ночью 7 но в принципе она ну допустим типа на volkswagen ах но там все одинаково должно быть на мастер там одинаково на бедерах но вы меня поняли поэтому пришлось немножко импровизировать все переднее стекло полностью в комплекте снято поехали дальше honda fit можно снять под бампером impact absorber короче то же самое что я снимал на приусе здесь что-то на крыше упало наверное в этой машине точно кто-то умер сейчас сейчас попробуем кинуть на батарею открылась конечно немножко неправильно но надо просто сильно давить вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А того, что нам нужно, здесь нет. Нужно снять задний бампер на пикапе. Очень хорошо, что здесь бет уже куда-то ушел. Это классно. Поэтому нужно всего лишь-всего лишь пооткручивать пару болтов, и он упадет вниз. Если он идет эссембл, он может идти с толгичем. Хотя нет, толгич отдельно. Ну, поняли, да? Снизу. Начнем. Бампер готов. На бампере есть здесь небольшой дент, но он отмечен. Поэтому можно его забирать. Сейчас будет нужно снять зеркало на Экспор и на этом. Ух ты! Значок прикольный, чтобы прицепили. Зеркало. А зеркало уже снято, потому что двери ушли. Кстати, на эту тачку двери очень дорогие. Писай в зелени. Бушная дверь у нас стоит. Сюда на Экспор. А, и еще, кстати, я не снимал. У меня сегодня был орден. У меня часто на Мазду, на задние редукторы. Тоже больше 1000 долларов стоит. Я не знаю, почему эти редукторы такие дорогие. Наверное, ломаются. Так, правое зеркало лежит внизу. Дверь, он тоже на полу гуляется. Кто-то кинул дверь за 1000 долларов. А, ну-ка, она побитая. А, ну да, она. П, пальцевая. А левого зеркала нет. Ну ладно, нет так нет. Поедем дальше. Что значит, смотрел через съемку? Вот зеркало. Уже хотел уйти, потом думаю, посмотрю. Все, без съемки. И сразу нашел. Отлично. Кстати, начали грузить нас всех засрать. Сказали, все, надо все слаживать машины. Ничего не раскидывать. Ну, будем слаживать. В принципе, вообще это правильно. Ух ты. Это уже немножко другое. Я отсыщу себе на F-150, когда зайдет комплектация вся в коже. Я заберу всю кожу. Весь салон полностью. Может, потолок. Все куплю. Весь интерьер полностью. Я жду Лариант или Кинг Рэндж, когда заедет. Пока. Пока нет. Корпус воздушного фильтра. По-моему, на Ягуар. Снять. Не снять, подобрать. Я вообще обычно такое даже и не снимаю на видео. Такое, как вентиляторы, когда подбираю. Или дроссельные заслонки. Вот он здесь. Здесь где-то должен быть. Чуть-чуть дальше, да? Смотрите, как у нас. Кружок. Вот он здесь беленький. Вот он. Я с ним работал. Очень интересная, кстати, машина. Джагуар. Это, по-моему, Джагуар. Вот то, что нам нужно. Но мы продаем его без расходомера. Поэтому расходомер нужно будет снять. Смотрите, да? Как здесь классно продумано. Как раз от места, где демиджи постоянно бывают. Здесь вот, пожалуйста, пластик сделали. Здесь ляда у него вообще пластиковая полностью идет. Да, полностью пластиковая. Все на заклепках. Ну, это рейнджи так. Land Rover тоже самое. Ну, это, в принципе, одна компания. Так, все. Снимаем расходомер воздуха и едем дальше. Берем T-15. И закручиваем. Сейчас уже даже Toyota начали использовать. Torx. Я на днях снимал сиденья. По-моему, нора в четвертом на свежем. Там смотрю уже торсы. Думаю, нифига себе. Все время было на 14. Сейчас уже с торсами. Поэтому японцы приближаются. Стараются, наверное, приближаться к немцам. Ну, главное, чтобы у них поломки не начались такие же. Вот Honda Accord. Черная пленка на крыше. Чувак любил эту машину. Ох, летел, наверное, на ней. Вот, смотрите. Сейчас я сниму, как эта компания называется. Вот кому интересно. Посмотрите. Очень крутые чехлы на сиденье. Обалденные. Жалко, конечно, что они у нас так будут стоять-стоять. И причем очень охранительные отзывы за эти сидухи идут. За этот материал. Люди по 5-10 лет. Кто их юзает. Потом делают ревью. Говорят вообще просто все шикарно. Никаких нареканий нет. Ну, конечно, красота. Красивая радуга. И скрипящие дворники. Начался дождь. Мерзкий дождь. А нам нужно отрезать крышу на Мерседесе. На Мерседесе, на Мерседесе. Мерседесе, на Мерседесе, на Мерседесе, на Мерседесе, на Мерседесе, на Мерседесе, на Мерседесе. Кто смотрел все мои видосы, панорамные крыши мы не снимаем. Мы просто отпиливаем крышу. Руф. Где-то здесь он. Я его не вижу пока. Сейчас пойдем посмотрим, что это за Мерседес. Вот он стоит, маленький паркетничек. Кто-то его даже где-то в интернете называл. Это типа какой-то не до Мерседеса. Не знаю, прикольная маленькая машинка. Пойдем ей сейчас испортим крышу. Вот она у нас. Кстати, кому интересно, можете глянуть на копорте, что с ним было. Изначально был удар вот сюда, в переднюю часть, в боковую. Ну что могу сказать? Что радует? Радует то, что здесь уже взорваны подушки безопасности крыши. Это значит, что потолок уже испорченный. Ай, не везде, не везде придется снимать здесь. Здесь снимать. Если бы были бы аэрбэги оба взорванные, то можно было бы там вот это тут снять, вот эту консоль сверху и все. И просто поотпиливать. И на этом все. Сиденья кожаные вроде бы неплохие такие. Нифига себе пальцем провел. Так что нужно поснимать тогда санвайзеры. Казаки солнцезащитные. Снять консоль, зеркало, airbag и, наверное, потолок. Потолок все равно снимется. Да. И отпилить крышу. Здесь вот эти рейлинги, наверное, я уже оставлю. Небольшой мерседесик. Ну что? Начнем резать небольшой мерседесик. Точнее, ну что, начнем разбирать небольшой мерседесик. Так как здесь на автобусе квотер помятый, значит, здесь уже можно делать все, что угодно. Значит, что я хочу? Я хочу здесь, наверное, вот в этой части сзади вырезать огромное такое отверстие и в него поставить сбоку мой генератор вот этот. Дополнительно еще вывести трубу, чтобы она на улицу выходила. И дальше еще я попросил, чтобы мне купили барабан для провода. Хочу такой, ну, поняли, барабанчик, чтобы на нем намотанные были провода. Я как раз хотел сделать и генератор здесь, и провод поставить рядом. И как раз было бы классно. И генератор, и провод вытащил. Не надо постоянно вот это все таскать. И так у меня генератор, получается, находится спереди, как бы, считай, посередине. Лучше, чтобы он находился сзади. Тогда у меня чуть-чуть больше. Тогда у меня больше появляется пространство для маневра. Как вам такая идея? Так, ну что, надо все разбирать, вытаскивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дальше нужно снять подушки безопасности. Наверное, эту тоже, не, эту оставлю, но в баню. Наверное, только вырвусь здесь, где буду отрезать. Они неудобно очень снимаются на бимере. Такие же самые клипсы стоят. Вот. Не знаю, я их беру просто подскогубцами, вытаскиваю. И все. Не знаю, честно, как снять по-другому. Сейчас покажу. Как здесь, интересно, последняя снимается фишка на аэрбэге. Круто, да? Провернул и все. Сделали бы так все. Насколько было бы удобнее и парням в сервисе. Значит, заводом предусмотрена такая только одна. Не знаю, кто-то ручки здесь поломал. Я не могу, не знаю, как откинуть сиденья. Сейчас поеду, возьму пилы и начнем делать из этого Мерседеса SUV кабриолет. Подпишись на канал. Круто, честно. Парням в сервисе. Сделали бы так, на мере. Продолжение следует... 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 все готово снял этот не за ладно ставлю один болтик правда выкрутил надо обратно его завинтить здесь трубочки одеваются все готово продон ржавенький хоть бы его не вернули вроде бы внутри не хрустит так уже лучше фонда civic я сейчас здесь работал вытаскивал потолок мне пришлось вырезать лапаж спереди задние части если высовывать через жопу здесь получается машина и багажник сильно высоко идет я полностью весь процесс и снимал просто некоторые комментарии пишут иногда что почему вы лобаши не снимаете так как мы работаем на яркие индукторами индуктором индуктор делает большое большую температуру и здесь пластик это надо будет снимать полностью весь дешбор никто этого делать не будет это все время или нужно вырезать это тоже долго поэтому у нас как бы лобовые стекла но иногда снимает вырезают на свежих двигавших мыши так что да вот такой вот головняк они понятно же нельзя потолок высовывать через двери потому что ты наделаешь множество морщин поэтому приходится или заднее стекло снимать вот так вот передние даже лучше в принципе как по заводу я думаю не через переднее стекло запихивает у нас кто-то поработал с двери хорошо мимо пробежал загорелась хорошо дверь была не здесь то есть сняли скорее всего наверное не знаю даже в принципе внутри нету следов от болгарки так вот да можно пожар сделать надо аккуратненько а я еду смотрю такой дым идет думаю рано еще чтоб пар так шел надо потушить нужно отрезать радиатор суппорт на тойоте фрс это типа как берзил суборы вот она довольно популярная у нас исходя из того что здесь уже отпиляли смотрите какую часть так 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 значит а ее и тут даже подвес по переднюю не сняли подрамник не сняли хорошая была машинка с механической коробкой задняя часть вот здесь лежит смотрите мощненькая вроде машинка небольшая редуктор такое все такое мощное подрамник так и здоровый и фонари с него лежат ну что начнем играться пока все облазил не могу найти аппер суппорт а без него скорее всего не пройдет я сейчас поеду диспетчера уточню шевроле малейбом заднее правое стекло маленькое вот сейчас его индуктор выпить отсюда здесь у нас идет коронка поэтому нужно будет разбирать внутри внутри начинать греть делать на него прессу и по чуть-чуть по чуть-чуть вытаскивать здесь уже хорошо что здесь уже сняли полку нужно вообще этот пластик снимать по моему на этой машине очень и очень аккуратно вот я сейчас могу уже наделать нормально то бывает пластик стоит очень очень близко коннектору нагревателя к этому и можно буквально чуть-чуть потянуть неправильно и все и коннектор уже поломается а уже без этого коннектора без хитера уже все стекло испорчено для начала немножко здесь подогрев а потом внутри и подорву угол и дальше уже все остальное на пацанов наехал за дверь я сам снимаю окно думаю хоть бы самому пожарную строить надо вовремя дуть так значит что интересно видите как герметик идет на самое главное это знал где расположен герметик и в этой в этой части направлять индуктор и тогда на принципе она просто быстренько отлетает и все но вообще с этими не люблю очень эти стекла тяжело доставать нудно нудно в принципе доставать нормально вроде бы демича здесь нет нужно очень аккуратненько давить здесь на стекло потому что когда идет вот такой хром большой если ты сильно давишь получается здесь может перегиб пойти и быть залом и все уже и тогда уже стекло не пойдет потому что нам нам нужно именно вместе с коронкой с этой все нормально а про суппорт нашелся так что возвращаемся к распилу поперекручивал еще наперёд вот эти вот рейки железные которые здесь стояли перемычки думаю что их резать может человеку который покупает пригодится здесь на болтик посадил надо еще этими зип лаками закрутить и все а оставлю этот кат здесь выносить его уже никуда не буду придет специально обученный человек заберет погрузит нам по лету и на погрузчике увезет так что саливали майберс машинки наши уничтожаются фонда одиссей нужно найти это я пришел сенсора так повторяюсь нам нужно найти то я прошу сенсор это датчик давление в шинах должен где-то здесь стоять где-то здесь это честно говоря не знаю сейчас панель посмотрим хотя здесь вроде блок предохранителей будем искать нет наверно все таки с той стороны наверно все таки с водительская будем искать водитель интересно значит получается мне в бумаге в ордере написано что он должен стоять в левой стороне дэшборда lexus rx 350 нужно снять задний поворотный кулак так как эта машина полноприводная нужно будет снять здесь excel выкрутить но отсоединить все рычаги и отсоединить стойку это в принципе легко на toyota вообще очень легко работать на toyota такого типа я имею ввиду с подвеской и все просто и а и 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 у вас плохо идет поэтому лучше я снять съемником не хочу бить по ним молотком погнул сейчас попробуем так и вытолкнуть съемником все готово возвращаемся опять honda поиску сенсора я здесь маленько под разобрал значит один здесь нашел сенсор но он не такой как на картинке вот сейчас я пробью по гуглу это не то это фары я оговариваюсь не сенсор модуль модуль нужно найти модуль мне сказали он здесь где-то в левой стороне вот здесь еще один есть там вот мне кажется что это security сейчас я его сниму посмотрим нет это точно него надо дальше дальше смотреть смотреть сейчас я вам скажу где этот модуль стоит я нашел в интернете и мы когда смотрели по схеме я еще ему сказал а ну что он что стоит здесь он говорит нет это просто стрелка выходит от стрелка выходит от торпеда этот модуль стоит здесь под потолком вот он здесь стоит он прикручен крыши вот здесь поэтому мы сейчас подкручивая ручки отпущу этот хедлайнер и найдем этот сенсор здесь зачем его сюда было цеплять понятия не имею кто бы знает и никогда эти модули особо не доставал поэтому у кого какие идеи напишите в коментах будет интересно если это видео было с хонды другой generation и этот модуль все таки не здесь так а ну что вы там видите я ничего не знаю ничего не вижу ничего не вижу пока модуль быть на рампе вот вот прикол смотрите вот он стоит вот здесь на 10 один был второй сначала снимал снимал потом думаю такого фига почему я буду все снимать просто все подкручиваю более или менее и точно вниз отпускать и все вот он стоит он у нас 50 долларов а за работа я проделал столько я бы за это время мог бы заработать намного больше денег для компании ну ладно какая разница все поехали дальше 5 диплом ты в колесах так вот раз и на матрас теперь водительская сторона кстати с водительской стороны по моему резина подъедает ну это старый похоже шнурок сейчас здесь сойдет за год будет вся как шипованная резина заехал к старому драчку своему который сломался у которого мотор заклинил снял с него багажник не нужен для дверей много для чего кто смотрит тот поймет обрезал его надо будет на днях переварить и спереди у себя снял бампер классно на этих войнах он снимается просто два болтика открутил и все так что скоро здесь будет стоять бампер точнее крутой багажник который облегчит мне намного работа ну что видео будем заканчивать спасибо всем за просмотр у кого есть какие советы предложения пишите в комментарии делитесь не злитесь будьте вежливы и всем спасибо за просмотр до новых встреч